В среду в половине 11 вечера на пересечении улиц Юности и Краснореченской произошло серьезное ДТП, в котором оказались травмированы три человека. Кадры сняты через минуту после удара. Пострадавшие выбираются из машины, пытаются понять, что случилось. В желтой футболке водитель Хонде Фит, который протаранил две встречные машины подряд. Он говорит, что ему помешала какая-то машина, окружающие не верят. В Хонде Фит ехали супруга водителя и его теща. После мощного удара обе нуждались в помощи врачей. Скорую! Нет, нет, ничего. Скорую! Да вы вызвали, вызвали. Протаранивший встречный поток автомобилей ехал к центру города. Его оппонентками стали две женщины, которые собирались свернуть в первый микрорайон. Они стояли на второй полосе, ожидая возможности начать маневр. Первым под скользящий удар попал Ниссан Марч. Его хозяйка была поражена. О несуществующем лихаче кричала и супруга, виновника аварии. Но его не было. Находясь на остри этой атаке, автолюбительница видела все своими глазами. Они выехали, и они ехали на нас. Мы затормозили. Они, наверное, тоже затормозили. Когда девушка вылезла из машины, она кричала, где он, где он, но им никто не мешал. У них рядом никого не было. Вывернув заднее колесо Марча, Фит тут же врезался в Тойоту Вид, за рулем которой была 56-летняя хабаровчанка. Она и стала третьей пострадавшей, попавшей в больницу. Очевидцы говорили в один голос. На встречную полосу на повороте выехал именно водитель черной Хонды Фит. Он выехал навстречу. Если вам поможет, я ехала, вот мой клюгер стоит, у меня стоит этот регистратор. Возьми все, у меня камеру. Отлично, отлично. Сейчас у нас ноутбук как раз есть. Это вообще просто, я думала, я чокнусь. Так вы видели, да, он прямо на скорости уехал? Это было мгновение такое, что я успела просто, у меня свист тормозов, я успела только остановиться. Вот запись регистратора, уличающая нарушителя. В темноте можно рассмотреть, как Фит таранит встречные машины. Сколько не силились, полицейские увидят на этой записи хоть какую-то помеху, так ничего и не нашли. Самая пикантная подробность выяснилась во время оформления ДТП. Выехавший на встречную полосу, 26-летний водитель оказался изрядно не трест. Водительское удостоверение он получил в 2012 году. Документ у мужчины отобрали. Ему грозит лишение прав и 30-тысячный штраф. С места происшествия Сергей Полуэктов, Ольга Соколова и Алексей Овчинов.